Сумиран, наша программа называется «Суть и присутствие». Это два таких ёмких слова. Что они для тебя значат? Присутствие для меня – это первое самовыражение сути. На Востоке, не только на Востоке, я думаю, что мы можем это раскрыть и в христианской терминологии. Первичная, то, что назвали Богом невыразимым, первичная сила, которая, можно сказать, сутью всего, которая все пронизывает и все содержит в себе, она впервые себя проявила как присутствие. И это присутствие называли словом, логосом. Поэтому эти два аспекта – это аспект сути в ее потенциальности, невыразимости. И присутствие – это первая выраженность себя в этом самосознавании, когда эта сила осознала себя в виде бытия, есмь. Это вот и есть присутствие. Как будто бы, если продолжать эту идею на христианском языке, тот, кого называют Бог-отец, это как будто суть, и его выраженность в этот мир, и Иисус присутствует. Да, это присутствие. И вот удивительно, что эти же аналогии мы можем найти и в восточном подходе, скажем, вот знаменитая книга Лао Цзи, Дао Дэ Цзэн. И Дао – это у них указывает на суть, на невыразимость. Дэ – это присутствие, это Христос. А Дзэн – это перемены, вот книга «Перемен» и Дзэн. То есть это вселенная. И получается, он в одном названии, Дао Дэ Цзэн, раскал всю цепочку творения. Дао – начало, Дэ – присутствие, слово, и Дзэн – мир. В христианстве иногда вот этот как бы отец, сын, святой дух, иногда вот святым духом Дзэн – как бы сила, которая проявлена как мир. Ну, по-разному это можно раскрывать. Но, по сути, вот эти два первичных аспекта, они содержат все, что необходимо знать человеку, сознанию, относительно себя. Что это наш дом, с которым мы проявляемся как… Скажи, почему с твоей точки зрения так трудно современному человеку остановиться? Такое объектство, вот очень многие люди, которые саму идею духовной практики, молитвы, медитации уже схватили, они говорят, у нас нет времени. Как возможно остановиться и куда бежит современный человек? На мой взгляд, все бегут за счастьем. Потому что у людей есть своя вера, где они найдут счастье. В чем? Вот в этом смысле я считаю, что неверующих людей нету. Все люди верующие. Но каждый верит, что он счастье получит через какой-то процесс, через кого-то человека. Это вера в то, что что-то сделает мне счастливым. И даже люди, так называемые материалисты, они тоже хотят быть счастливыми, и они во что-то верят, но в свои идеалы во всяком случае. Поэтому это даже не вопрос, вера или неверия, это вопрос, во что? Во что и насколько та вера, в которой я живу, насколько она меня насыщает, насколько она меня дает это чувство счастья. Поэтому люди бегут за счастьем. И удивительно, что иногда люди бегут за покоем. И, собственно, само выражение «я двигаюсь к покою» – это нонсенс. Потому что пока я двигаюсь, нет покоя. Иногда люди просто не вдумываются в суть слов. Движение к покою никогда не кончится покоем. Если ты хочешь к покою, просто остановись сейчас. И в этом опять суть того, что медитация не включает время. Я не могу двигаться к Богу, который вне времени, двигаясь во времени. Мне не может не хватать времени, чтобы жить, чувствовать Бога. Потому что Бог не связан с временем. Как раз способность не поглощаться временем – это важнее. То есть время, движение – это все часть нашей жизни. И как люди мы вынуждены здесь чем-то заниматься и жить во времени. Но как дух, как сознание, мы можем видеть, как течет время. И если мы не поглощаемся этим временным потоком, этим набором событий и переживаний в моей жизни, то я раскрываю, что все это находится в вечности. И в ней разворачивается время. И тогда говорить о том, что мне не хватает времени для медитации, конечно, не хватает. Потому что эти два проекта никак не связаны. Или для молитвы. Потому что молитва – это не вопрос времени. Это вопрос моего чувства вечности, в котором время течет. И если я понимаю молитву, по-настоящему понимаю, то время ничего не может делать с моей молитвой или с моей медитацией. События ничего не могут с этим сделать. И просто люди подходят к этому с позиции времени, пространства, действия, цель, полагания, движения. Мы привыкли так. То есть как мы привыкли искать цели во внешнем мире, какие-то объекты и людей. Мы так пытаемся прийти к вечному, к истине. А этот способ не работает. А мы только его знаем. И поэтому нужны какие-то мастера, какие-то люди, которые указывают, что вы так можете идти много жизни к этому или очень много времени. И вы никогда не прийдете. Потому что вопрос не в вашем движении. Вопрос в вашей внимательности. Когда наше внимание может заметить. Заметить то, в чем движется время. Тело спешит. Но сознание может быть расслаблено в этом процессе. Есть вот хорошая такая библейская цитата еще в Ветхом Завете. «Остановитесь и познайте, что я Бог». И ты знаешь, я очень многим людям, современным, знакомым, друзьям, христианам много проповедовал, что нужна остановка. Что Бог открывает себя в тишине. Даже вот недавно в Нижнем был на концерте Борис Борисович и Гребенщиков. И спросили, что такое молитва, что такое медитация. Он говорит, молитва – это когда ты говоришь Богу, медитация – это когда остановлюсь, чтобы слушать Бога. И вот эта неизреченная тишина, которая идет из этого слушания. Но современный человек, даже религиозный человек, он говорит, я возвращаюсь в эту тишину. Там нет никаких событий, там нет жизни, там пустота. А вот здесь столько всего происходит. Зачем туда ходить, в эту пустоту? Мы успеем там еще вечно сидеться, когда ничего не будет. То есть человек как будто ассоциирован с миром событий, форм. А какие вообще, мне интересно, методологически ты используешь слова или зацепки, чтобы человека, который ассоциировал себя с этим миром форм, вернуть в его настоящее, в его бытийность, в его суть? Я скорее пытаюсь, чтобы внимание человека, с которым я взаимодействую, увидело, что эти два мира – мир пустоты, тишины и мир динамики, мир действия – они сосуществуют одномоментно. Мне кажется, что основная сложность человека – это раскол. Раскол между выбором. Или я выберу религию, или я выберу мир. Или я выберу действовать, или я выберу быть в покое. И сама идея вот этого выбора является очень глубоким конфликтом, очень базовым конфликтом в каждом человеке. И вот эта способность увидеть, что пространство не противопоставлено объектам, они сосуществуют. Собственно, объекты находятся в пространстве. Но вот эта идея с утра сердца – форма есть пустота, пустота есть форма. Они сосуществующие, взаимозависимые. Потому что вне контекста формы я не осознаю пустоту. Но вне контекста пустоты мне некуда поместить форму. И я вот недавно такую аналогию для себя нашел, как чувство композиции. То есть, когда мы создаем композицию какую-то, мы используем предметы, объекты, и они компонованы между собой. То есть, они в пространстве расположены. То есть, композиция – это чувство пространственности. То есть, есть промежутки между объектами. Значит, будет просто хаос, куча. Но и сами объекты в ней участвуют. И когда композиция красивая, это значит, что художник или скульптор нашел правильное соединение формы и пустоты. Тогда получается композиция. И внутренне мы тоже можем переживать вот эти аспекты объектов, мыслей, эмоций, чувства. И есть паузы. И поэтому все пространство, оно содержит активность или объект. То ты или в действии, или в тишине. Сначала, да. Сначала людям надо почувствовать вот эту чистую тишину. Вот для этого иногда бывает уединение, затворы, ретриты там на востоке. То есть, это просто берет одну часть жизни. Вот это, когда его не беспокоит. Уходит очень глубоко в нее. Просто, чтобы ее познать. Потому что части жизни, которая активна, мы ее уже знаем с детства. Поэтому мне нужно просто познакомиться с другой частью жизни. Но когда я с ней познакомился, я теперь их могу объединить. То есть, следующий этап объединения. Но чтобы было что объединять, надо, чтобы я знал обе части. Я думаю, что если бы общество, допустим, мы приблизились в общество, где с детства бы нас учили только вот этой тишине и пустоте, то мастера бы в этом мире учили бы людей действию. Что есть действие. То есть, они бы дополнили это. То есть, мастер всегда дополняет. И когда он дополняет, он создает целое. И в этом целом отсутствует конфликт. Поэтому, если общество слишком экстравертировано, то мастер должен открывать внутреннее пространство, тишины. Если оно слишком ушло, вот эту интроверсию, как и Индия, допустим, которая очень ушла, и потеряла связь часто с внешним пространством, то мастер должен показать, что есть мир, есть действие. Ты можешь свою красоту внутреннюю транслировать, как дзен-живопись, допустим, росписи красивые. И тогда получается объем. И это не или-или, это и-и. И тогда это возникает как религиозность. Потому что нет ни твоей внутренней. Вот я вот так вот вижу эту ситуацию. Я встретился впервые, может быть, со словом сатсанг. Чем это отличается от обычного тренинга, семинара или просто встречи с мастером? Почему нужен был именно этот термин? Что он обозначает? Если говорить, чем это отличается. От встречи друзей, мне кажется, это почти не отличается. Потому что в любом случае люди, которые вместе молятся, они друзья. Единственное, что встречи друзей бывают тематические. Это как футбольные болельщики, фанаты, или театральные любители. То есть наша тема, встреча наша, то, что нас объединяет, это не бог, не поиск. И поэтому люди образуют референтные группы, и они близки друг к другу. Но их интерес связан с какими-то внешними факторами. Сатсанг – это дружественность. Всегда, конечно, люди дружественные. И то, что их объединяет, это глубокая любовь к истине, к Богу, к сути, интерес к себе, к жизни. Но это одно. Если люди объединены в таком аспекте, это называется сангха, община духовная. Если в такой группе есть человек, который пробужден, все-таки сатсанг, тут есть специфика. Это встреча ученика и мастер. Поэтому если я, допустим, взаимодействую с человеком, который не интересуется религией, не интересуется Богом, не интересуется медитацией, то это не сатсанг для меня. Я не проявляюсь в этом контексте как тот, кто помогает человеку в поиске. Это просто может быть общение, может быть даже дружеское общение. Поэтому для такой или инии, как сатсанг, необходимо два полюса. На одном полюсе ученик, кто хочет знать. Кто осознает свою позицию как ученик. Да, он пока не знает. Он чувствует, что он во тьме, но он хочет. Он хочет света. И другой полюс – это свет, это тот, кто в свете. И вот тогда возникает движение сатсанга. Это очень особое слово. И в этом смысле это не лекция, это не передача информации. Это скорее попытка поделиться тем светом или зажечь в другом свет. Как передача пламени. Но чтобы передать пламя, то должен гореть. И тот, с кем ты взаимодействуешь, он должен быть достаточно, как говорят дзянские мастера, сухой, чтобы он загорелся. Тогда он загорится. Если он не сухой, его просто посушивают. Но суть-то в этом. А не в том, чтобы человеку информировать, дать ему какую-то философскую концепцию, скажем. Или научить ему чему-то. Потому что в сатсанге раскрывается то, с чего мы начали. Суть. Суть и присутствие. А этого нельзя культивировать. Это можно просто открыть в себе. Это уже есть. Вот в этом разница между обучением чему-то и когда я помогаю вниманию человека увидеть, что это уже присутствует. Просто этого не замечаешь. Ты показываешь человеку, что это уже в нем есть. Просто он как будто бы не в контакте с этим, не находится во взаимодействии с этим. И поэтому он едет куда-то, в какое-то внешнее пространство к мастеру, к учителю, к старцу, в христианской традиции, чтобы тот ему дал этого. А задача – помочь раскрыть этому. Да, то есть любой мастер, он, конечно, возвращает человека к себе. Вот это вот кольцо внимания, что ученик, он внимательен ко мне. Но если я не использую его внимание для снижательства, то я должен ему вернуть его. Потому что оно ему нужно. И сначала он видит что-то во мне. Если он едет ко мне как к мастеру, он видит что-то во мне. Но я стараюсь показать его внимание, что то, что он видит во мне, есть и в нем. И поэтому есть три шага такие. Когда ученик сначала видит Бога в мастере, второй шаг – он видит Бога в себе, открывает то же измерение. И третий шаг – когда он начинает видеть Бога в каждом живом существе. То есть его внимание остается настолько тонким, что он может через призму, даже элицетризма, призму каких-то ткачных человек, он видит все равно этот свет в нем. Но сначала в мастере легче, потому что в мастере он ярче горит. Скажи, что мешает человеку пробудиться? Ты назвал это мокростью, еще не сухостью. Что мешает человеку войти в контакт с этой глубиной, увидеть его, почувствовать? Раз люди ищут все-таки мастера, это означает, что они этого в себе еще не видят. То есть им как будто бы нужно какой-то огонек или движение извне. Ну да, это их честность. Потому что если я сам чувствую, что моего потенциала не хватает, я, конечно, буду искать помощи. Это некоторая зрелость понять, что я сам не справляюсь. И я много лет искал помощь людей, которые просто чувствовал, что я делаю все, что я могу, и мне не получается. Не до конца получается. Поэтому, собственно, вот этот поиск мастера, поиск внешнего фактора, который усилит мою практику, не сделает за меня все, а поможет мне, он, в общем-то, очень естественный. Я читал и слышал у тебя и у христианских мистиков, что вот этот процесс глубинной трансформации, он сопряжен с таким достаточно сложным переживанием. Хуан Далакрус называет это «темные ночи души». Старец Силуан переживал эти моменты терзания, богооставленности и так далее. И многие люди, начитавшись, они говорят, ну, в принципе, мы номинально являемся верующими. Но идти в эти глубины, чтобы испытывать вот это, я слышал, у тебя был очень глубокий такой опыт переплавки, трансформации, достаточно болезненный. Почему стоит туда идти? Ну, я бы и так сказал, что в каких-то людях жизнь не оставляет им выбора. Вот это ощущение человека, что я могу пойти, могу не пойти, оно вообще, по сути, лизорно. Потому что не он живет, жизнь через нее живет, Бог через нее живет. И вот эта вот идея, что я здесь что-то решаю, она сам по себе уже является такой тонкой формой иллюзии. Но просто в моем случае вот эта интенсивность, скажем, зова, она мне выбора не оставила. Мне, как вот какой-то личности, уму. У меня была настолько сильная устремленность, что... Ну, я не знаю, вопрос-то бросить. Как бы плохо мне не было. То есть никогда. Иногда мог стать вопрос, как выжить в этом процессе, другой вопрос. Но бросить нет. То есть, меня... То есть, как будто бы это происходит с тобой, и ты с этим не можешь поделать ничего. Вот с этим процессом трансформации. С процессом? Ну, да. И с вот этой тягой. Тягой. Магнетизмом вот этого запредельного. Ты говоришь зов и тяга, но ты не называешь референтный индекс. Как бы лингвисты сказали зов кого или чего. Тяга к кому или к чему. Да. Ну, вот мы уже отходим в такую лингвистику, в язык. И вот тут тоже очень много интересного возникает. Потому что, по сути, мы пытаемся говорить о единстве жизни, о том, что есть только единая жизнь, которая живет через форму множественности. А используем язык множественности живых существ. То есть, язык мы создавали, как будто бы есть много живых существ, которые автономны. И мы на этом языке, созданном в таком контексте, пытаемся говорить о том, что живых существ нет. Языком, созданным живыми существами. Поэтому, собственно, когда мы говорим о зове, том зове, который возникает, Это просто жизнь, которая пытается вспомнить саму себя, которая забыла себя, это первичное качество. Я вообще как в эту ситуацию, если с сегодняшнего дня смотреть, что тут есть просто жизнь, и она представлена в трех ипостасях. Ипостася невежества – это когда жизнь полностью забыла свою суть и свое присутствие, и верить, что она какой-то фрагмент самой себя, тело или какой-то набор паттерн мыслей и эмоций. И верить настолько глубоко, что животом не сомневается. Поэтому поиска не возникает. Потому что я уже знаю, кто я. Вторая ипостася в жизни – это когда возникают сомнения, действительно ли то, как я себя знаю, это правда, или нечто другое. Это где вы себя знаете? В самой жизни, в самом сознании. То есть сознание перестает вспомнить так глубоко. И третья ипостася – это ипостася сознание, которое знает себя, но знает себя в истинной сути, а не в ложной самоидентификации. И здесь специально, собственно, вот эти три паттерна сознания. Одно единое сознание – это трех паттерна. Поэтому, когда я говорю о Зове, то есть в какой-то момент я жил, и я не задумывался, кто я. Я просто знал, кто я. Мне объяснили, я знал. Я был в первой ипостася. Потом возник вот этот Зов, поиск. То есть моя картиномера, она оказалась, ну, как бы, пошатнувшейся. Ты сам поставил ее под вопрос, или так сложились, так жизнь стала складываться, что ты понимаешь, что та картина, которая есть, не является полным описанием? Ну, тут было два фактора, наверное. Первый фактор – я очень, ну, как бы, болезненно переживал какой-то конфликт на синебосударной жизни. То, что я видел вокруг себя. То есть это, ну, можно сказать, кризис, да, психологический кризис, конфликт, страдания. Для меня это всегда было очень остро. Я, как бы, не мог закрыть глаза на какие-то вещи. Просто, ну, может, и хотел бы, но не мог. И вот эта вот энергия, интенсивность этого, она, ну, заставляла меня искать, да, почему? И второе – у меня был определенный опыт. Это, ну, может, как Грейс, может, милость, да. То есть жизнь мне показала определенные измерения, которые в картину, которую мне дало общество, вообще не укладывались. То есть мне показали миры, пространство, переживания. Вот, кстати, тогда я впервые столкнулся с таким явлением, как, ну, как я это для себя тогда понял и сейчас понимаю. Это то, что называют Христовой любовью. Что какая-то сила измерения, оно вошло в сердце, в грудь. И я был потрясен, потому что я совершенно очевидно понимал, что это как-то связано с Христом. Хотя я в то время был достаточно материалистический. И я понимал, что я никогда в своей жизни не знал, что такое любовь. Потому что вот только сейчас я… То есть когда она открылась, я понял, что то, что я назвал любовью, это просто что-то совсем не то было. И вот такие опыты, такого плана, очень сильные, когда я терял восприятие вот этой физической реальности и переживал на другие измерения, других живых, ну, другие пространства. Настолько ярко, я там чувствую себя живым, абсолютно живым. То есть назвать это сном было невозможно, потому что когда я из них выходил, то мне вот это сном казалось. То есть вот здесь казалось… То есть это происходило в бодрствующем состоянии? Мы обычно в бодрствующем состоянии называем вот это вот восприятие этой реальности. Это, скорее, изменен состояние сознания. Но я там бодрствовал абсолютно. Гораздо больше, чем большинство людей вот здесь бодрствует. И для меня это было настолько очевидно. То есть я понял, что с чем-то столкнулся, с каким-то феноменом в сознании, в жизни, который я не могу объяснить, исходя из той базы, которую мне дали. И это, естественно, подорвало всю устоявшуюся парадигму жизни. И это сделало меня ищущим. То есть до этого я искал, потому что страдал, но к этому еще добавилась вот эта ломка картины мира. И потом, в 17 лет, я просто пытался выяснить, а в чем здесь вообще дело, кто я среди всего этого опыта, и что есть жизнь. В этот момент это пришло самопроизвольно, как началось, то есть это не заказывало все это, пришло к какому-то завершению, очень глубокому, конечному, который можно назвать покоем, можно назвать свободой, можно назвать тишиной. Настолько глубокому, что вот тот поиск, который начался, он также закончился. Но он закончился не потому, что я это бросил, это просто закончилось. И вместе с этим поиском закончился тот я, с которого он начался. И то, что осталось, вот это можно назвать неверазимостью, сутью, присутствию, как я. А вот это матрица тела, психики, мы, если это тоже осталось, но вера в гипноз, потеря себя в этом, он кончился просто. Это присутствует, но оно не имеет силы гипнотизировать. Скажи, пожалуйста, у тебя есть критерии внутренне подлинный мистический опыт? Или человек как будто из одной иллюзии попал в другую? Ну, например, у христианских подвижников есть опыт переживания Бога описан, и как демонические силы под видом ангелов и всяких там вещей приходили. Как прелесть. Прелесть, да, духовная прелесть. Каков твой критерий, что этот мистический опыт подлинный? Критерий тот, что это не опыт, мудрость — это не опыт. В этом смысле они правы, и восточные мистики это знали, и христианские мистики, что любой опыт, если он выдает тебя за истину, он тебя обманывает. Потому что истина, являясь ты, которая является источником как самого опыта, так и того, кто его видит. То есть истина, суть жизни, она проявляется как опыт, как жизнь, как переживание, и видишь этот опыт. И вот это понимание, что то, что я вижу, будь это ангел, будь это демон, тот, кто видит, являются проявлениями одной силы жизни. И я, по сути, являюсь этой силой жизни, которая сейчас проявлена в виде переживающего опыта и опыта. Поэтому вот это глубинное понимание интуитивное, которое не позволяет опыту, который я переживаю, создавать меня. То есть я не обуславливаюсь опытом, любым опытом, даже очень красивых состояний. У меня были очень красивые состояния, невероятно красивые. То есть вот этот абсолютный свет, любовь, свобода. У меня были очень демонические, ну вот эти вот миры, которые можно адовыми назвать. И я просто учился не самоопределяться, не находить себя в этих мирах, как себя. Не отождествляться, не собирать себя из этих переживаний. Так же, как вот здесь сейчас сижу, вот в данный момент я переживаю себя на то, что надо человеческим переживанием. Но оно меня обманывает. Я знаю, что вот в этот момент я переживаю себя вот так. Но я не есть мое переживание. Я есть тот, кто переживает его. Я переживающий. И для этого переживающего, а сейчас в переживании есть и это тело, и вот вы, и пространство, которое нас окружает. И это все часть того, что есть я. Не другого. То есть у обычных людей бывает какое разделение? Это я и он. Я и другой. И вот этот раскол. Которые идут в медитацию, в молитву, возникает еще одна тонкая форма раскола. Это я как видящий и мир, который я вижу. То есть мир – это что-то, отлично меня что-то. И в какой-то момент это тоже путем рассмотрения глубокого, ну, медитации на это может быть. Приходит понимание, что без видимого нет видящего. Что я без мира не существую как видящий, а без меня. И, соответственно, мы появляемся, исчезаем одномоментно. И вот когда я понимаю свое тождество того, кто видит мир и мира, вот в этом как бы моменте понимания есть еще один инсайт, что я был до этого. Я был, когда я еще не знал себя как видящего и мира. И вот это мое настоящее состояние. Вот это вот я. В сути. А сейчас я переживаю себя в присутствии, а потом уже в проявлении. То есть суть, присутствие, проявление. Поэтому, когда мы идем назад, отматываем вот эту ленту, да, вот это проявление. Я ухожу в присутствие, чистое бытие, чистое есть. А потом я ухожу в суть этого бытия. Откуда оно возникло, для кого оно возникло. Кто был я до того, как...